Нотариусы Беларуси 3 декабря будут консультировать бесплатно. В этом году республиканская благотворительная акция, приуроченная к празднованию Дня юриста, пройдет в онлайн-режиме. Участие в ней примут все нотариальные конторы и бюро страны. Госавтоинспекция будет штрафовать водителей за несезонную резину. С начала календарной зимы за этим особый контроль. Учитывается не только специальная маркировка, но и высота протектора – не менее 4 мм. Кроме того, зимние шины необходимо установить на всех колесах. В преддверии новогодних праздников контроль цен особенно активизирован. Стоимость на социально значимые товары не должна быть завышена. Это касается как магазинов крупных ритейлеров, так и мелких. Как показывает анализ в Могилевской области, почти каждый второй объект торговли имеет нарушение. Мониторинги проходят по всей стране. В Беларуси сегодня прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим МЧС предупреждает об усилении ветра. Из-за порывов, которые достигают 18 метров в секунду, могут повредиться конструкции и кровли зданий. Также имеется опасность падения деревьев. Помимо этого, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Будьте осторожны. Китай не отменит Олимпиаду 2022-го, несмотря на новый штамм COVID-19. Власти КНР предупредили, быстро распространяющийся омикрон определенно создает вызовы при проведении игр в феврале следующего года в Пекине. Но пообещали приложить все усилия, чтобы справиться с трудностями.